Хе-хе-хе-хе-хей, ютюбушка, здорово, привет, я тебя, собственно, приветствую здесь, и я надеюсь, что у тебя самое прекрасное, самое лучшее и самое вообще шикарное настроение на свете, на планете Земля. И, блин, это снова я, снова я рассказываю тебе совершенно удивительные истории своей жизни, и сразу, наверное, перейду к делу, сразу начну повествовать, и даже не знаю, с чего начать, откуда же взять свое начало и старт. Короче, я сегодня совершенно неожиданно для себя, вот прям первонаперло, вот прям начинаю говорить, вот прям, все, закончились какие-то приветственные слова, я все и рассказывал. Короче, сегодня совершенно неожиданно проснулся в 8 часов. Дело в том, что последние несколько месяцев у меня вот будильник стоит на одно и то же время, и я его даже не выключаю. То есть каждый, боже, он у меня звонит в одно и то же время в 10 часов. И сегодня я, естественно, блин, с боем, с криком, с швырянием будильника в стену, естественно, просыпаюсь с огромным трудом, тем не менее, просыпаюсь ровно в 10. А тут раз, я проснулся совершенно выспавшийся в 8 часов. Вроде бы, да, в принципе, даже об этом рассказывать и не надо, но это как-то, не знаю, как-то по-новому задало ритм моего дня, и как-то вообще по-новому сегодня ощущается весь мой день. Сегодняшний день, блин, он удивителен. Ни много ни мало, он реально удивителен. Ну, единственное предположение, которое я могу сделать, это я проснулся рано из-за того, что вчера рано лег спать. Ну, и все это дело естественно и логично. Рано лег спать, потому что, блин, я весь день вчера занимался, вот, благодаря вот этому богоподобному, распрекрасному сайту Habit RPG, который помогает сортировать свои задачи и, в принципе, решать задачи, как игру, короче. Превратить свою игру, превратить свою жизнь в RPG-игру. Короче, весь день вчера чем-то занимался, крайне устало, рано лег спать, рано проснулся, шикарно. Четыре часа, ну, позавтракал четыре часа своих, меньше деталей, меньше деталей, больше фактов, больше интересного. Сейчас, подождите, я пытаюсь собраться. Короче, четыре часа свои вот эти вот обучения прокладил ровно, ровно прям за один присест, то есть не отвлекался, не отходил от компании, ничего не делал. Ничего не нужного я не делал. И в это время самое главное, что я сделал, это, наконец-таки, я допилил макет, который, собственно, прям камнем на моей душе лежал уже, наверное, несколько месяцев. То есть я брался за него, у меня ничего-то не получалось, я его отбрасывал в сторону, я возвращался к нему вновь, и история повторялась. И дай-ка я тебя поправлю, что я отвлекаюсь, а на самом деле извиняюсь перед собой, потому что, блин, я отдал свои обещания не отвлекаться. Короче, возвращаюсь к теме. Возвращаюсь к теме, да. И, собственно, я, наконец-таки, допилил его, я его сделал, и я его сделал. Это невероятно, конечно, блин, код до сих пор индусский, это совершенно, блин, невообразимо, почему этот сайт вообще работает, блин. Но, тем не менее, он работает, всё сделано, всё сделано ровно так, как было в макете, всё рабочее. И если я не забуду, дело в том, что сервера-то у меня нету сейчас, кого-то своего, и поэтому только фотку вам покажу. Главное не забыть, главное ставить через Вегас. Вот она, короче, сам по себе дизайн, блин, не ахти какой, и, во-вторых, да, не я его делал, мои дизайны слишком простые. Убираю картинку. Я для себя говорю, чтобы, когда в Вегасе занимаюсь, чтобы, короче, пофигу. Что самое главное, что самое интересное, там всё работает. То есть, все кнопки, все формы, всё, что необходимо, всё работает именно так, как нужно. И сегодня очень сильно меня согрело ощущение того, что я создал что-то такое, что, во-первых, работает так, как нужно, и, б, я вообще просто в целом что-то создал. То есть, блин, я почувствовал себя каким-то микробогом. Я сегодня что-то создал, что-то ещё и рабочее, с чем можно взаимодействовать, с чем другие люди, в принципе, смогут пользоваться. И вообще, целую какую-то палитру эмоций я почувствовал, и её как-то даже и не описать. Да я, в принципе, и не собирался её описывать, поэтому не нахожу каких-то слов. Короче, пофиг на этот дизайн. Что дальше было? Дальше я, я же говорю, я благодаря Habiter пока делаю всякие задания, которые, блин, много месяцев совершенно не могу сделать. И что классно, что удивительно. Как бы это сказать-то, как бы это описать-то, чтобы звучало по-черезачке, чтобы вы не подумали, что я сумасшедший. Я, короче, решил уплотнить свою батарею. Олдфаги помнят, те, кто старички, тебя знают. У меня, короче, блин, я таких батарей никогда в жизни не видел. Вся моя проблема, проблема вообще шума в моей квартире, она лишь из-за одного источника, короче. Короче, всё происходит только из-за одной причины. Ну, естественно, из-за детишек снизу. Но дело в том, что у меня батарея алюминиевая. То есть, алюминиевая, очень тонкая, очень, короче, непонятная. Надо было, блин, её сфоткать, показать вам. Фотку, ну ладно, пофигу. Короче, в двух словах, она невероятно резонирует. Из-за этого я слышу своих соседей лучше, чем они слышат друг друга. То есть, реально, то есть, звук поднимается наверх под батареей резонирующий. И куча-куча-куча отражений, короче, случается. И что я сделал? Я взял и приложил старое, почти ненужное одеяло. И... Ну, не сказать, что звука вообще нету, но, блин, я весь день в тишине. А... А... Короче, блин, дело в том, что я сейчас... Я сейчас нахожусь в почти полнейшей тишине. Меня ничего не отвлекает, меня ничего не пытается... Ничто не пытается быть зудом в моей заднице. И я чувствую из-за этого себя невероятно классно, невероятно шикарно. И самое главное, я чувствую себя более свободным, что ли. То есть, даже какие-то глупые подсознательные какие-то мысли не лезут в мою голову о том, что тебя кто-то может подслушивать, потому что, раз ты их слышишь, значит, и они тебя слышат по резонирующей батарее. И как-то это не прикольно, когда они слышат то, что я говорил, собственно, на камеру. И... И я сейчас чувствую себя просто шикарно, распрекрасно. И я... Я не знаю, как описать свои вот эти вот все эмоции. Единственное, что я хочу сказать, почему я не сделал этого раньше, там, несколько месяцев назад. То есть, я разобрался... У меня две батареи, которые рядом. В этой стенке и в этой стенке. Они прямо рядом. С одной батареей я разобрался, я придвинул туда диван. И ту батарею перестала слышно. Но почему я ничего не делал в другой батарее? Что это? Это какие-то саморазрушающие подсознательные мысли? Или что-то это из этой вот оперы? Я не знаю. Но, короче, решил я больше, сложа руки, не сидеть. Да ладно, кого я обманываю. Благодаря вот этому вот, блин, сайту. Я просто не верю, что он так сильно мне помогает, блин. Просто помните, я вам рассказывал, что я хочу такую штуку, которая бы сделала мою жизнь игрой. То есть, позволяла бы прокачиваться. И, в общем, вы помните, я вам рассказывал. То есть, выполнять какие-то задачки и получать какую-то экспо только в реальной жизни. То есть, не в игре где-то, выполнять какие-то задания, а в реальной жизни и полная аналогия с играми. То есть, выполняешь задания, получаешь какие-то призы за это. Ну, не призы, там, вознаграждение. Это лучшее название, в принципе, одно и то же, по сути дела. Ну, короче, я не верю, что, блин, что благодаря этой штуке я ее нашел, ну, мне подсказали. Я, в общем, не верю, что она так сильно как-то меняет мою жизнь. То есть, я, блин, я даже, в принципе, я даже не то, чтобы не перестал играть в игры, я, там, теперь поигрываю по два, по три раза в день, там, по десять минут. Ну, все, вот, кроме вот этого времени, все, чем я занимаюсь, то есть, все, там, сколько, 15, получается, с половиной часов, что я бодро, что-то. Я не сижу сложа руки, выполняю какие-то задачи, и самое главное, я выполняю какие-то задачи, которые, блин, много месяцев не могу сделать. То есть, вот, утеплил, наверное, получается, батарею, утеплить батарею, что за чушь. И, в общем, чем-то занимаюсь. Короче, давайте-ка я быстро все темы, которые я хотел рассказать, расскажу, потому что я сегодня в какой-то совершенно непонятном эмоциональном состоянии нахожусь. И после этого у меня была еще одна задача, которую я не делал несколько месяцев. Я, короче, снова начал рыскать по интернетам, снова после этого перешел на какую-то... А-а-а, понял я, почему у меня последовательность мысли такая странная. Короче, вот, я проснулся в 8 утра, я сделал за один раз все четыре своих рутинных вот часа обучения, и из-за этого весь, весь оставшийся день, буквально после часу дня, был полностью в распоряжении самого себя. Вот, что я пытаюсь, блин, рассказать. А-а-а. И вот это вот состояние распоряжения, блин, своим временем для меня было совершенно удивительным. То есть, несколько последних месяцев я, блин, весь день сосредоточен на чем-то, весь день выполняю вот эту вот рутину какую-то свою. И, то есть, в принципе, от момента просыпания до момента засыпания я чем-то занят. То есть, есть у меня какое-то свое занятие. А тут я весь день был в распоряжении самого себя, и, блин, вместо того, чтобы как раньше там своей зависимости поддаться, вместо того, чтобы начать в игры играть, там, случайно, по случайным сайтам залазить в интернете, я пользуюсь вот этим вот, вот этим вот хэбит РПГ, давайте вот этот сайт понимать как нормальный просто организатор деятельности, организатор задач, как ежедневник, что ли. Короче, суть не в том, что это игра, суть в том, что игра – это лишь мотивация. Суть в том, что перед моими глазами постоянно, постоянно перед моими глазами, я подчеркиваю, стоят какие-то задачи, которые я могу выполнить. И то есть, у меня реально, вот как, не знаю, как у НЕО, красная пилюля и голубая пилюля, у меня есть выбор страдать хернёй в интернетах, в играх и тому подобное, либо выбрать какое-то задание и начать его выполнять прямо сейчас. Я выполняю выполнение, я выполняю выполнение, я выбираю выполнение. И, короче, после того, как утеплил свою батарею, вновь начал рыскать по всяким интернетам, решил наконец-таки разобраться со своей диетой, потому что у меня просто разрывает передак от полнейшего отсутствия энергии и всяких таких вещей, блядь. Кстати, об этом спортом вообще невозможно заниматься, энергии никакой. И это просто, как будто, не знаю, как будто бурелом мне в жопу затолкали. Это просто, ну, совершенно неудобно, если говорить мягким, приличным языком. И, короче, и снова я вошёл в то состояние, которое называется «My brain is full of fuck», потому что, ну, все ссылки, которые, блин, говорят... Кстати, у меня прекрасная, совершенно шикарная сегодня прическа, кстати, аптечка. Короче, все ссылки, весь интернет, блин, настолько полный омск происходит по направлению какой-то диеты. То есть всё, что касается похудения, всё, что касается диеты, вообще питания и вот всяких таких вещей, просто какой-то полнейший писец. Все, я не знаю, все аргументы друг другу противоречат. Все! И полностью вообще ничего не понятно. То есть, блин, сметанная диета, твою мать, жировая диета. Из-за яблок вы начнёте толстеть, из-за яблок вы начнёте худеть. Яблоки – это источник углеводов. Яблоки – это штуки, которые помогают худеть. И просто мой мозг взорвался сегодня. Именно поэтому, именно поэтому я вам уже это говорил. Раньше, когда я садился на диеты, я постоянно срывался, потому что я не могу найти какую-то нормальную информацию, блин, которая не будет противоречить какой-то ранее, блин, ранее полученной информации. И вот, короче, найти что-то нормальное совершенно невозможно. Потом, ну, естественно, блин, объяснение этому есть, потому что, блин, слишком много объяснений в жопу. Короче, мой мозг был сегодня просто засерен совершенно. И я не хотел после этого, я, короче, не хотел больше терпеть несовершенство мира. И распечатал вот эту вот книгу Дюкана, Дюкана, Дюкина. Короче, начал вот эту вот читать книгу «Я не умею худеть». И я очень мелким шрифтом ее распечатал, тем не менее, уже проглотил 20 листов. Я не могу оторваться. То есть, наконец-таки, блин, я нашел нормальную, хорошую диету. Что ожидал, то и получил. Я, блин, я так и думал. Вместо того, чтобы всяких, блин, дебильных, идиотских домохозяек читать, распечатал какую-нибудь книгу нормального диетолога. То есть, человек, который профессиональное, какое-то образование об этом получил, и вообще всю жизнь на это потратил. Всю жизнь потратил, видите, это предложение. Потому что домохозяйки тоже всю жизнь тратят на вот это, и потом у них всякие майонезные диеты случаются. Случайно, совершенно. И, короче, блин, давайте-ка я вам зачитаю несколько выписок. Эй, я не люблю читать, фу, бла-бла. Расслабься, чувак. Это просто, блин, я всякие интересные вещи помечал. Блин, буквально вот, ну, естественно, каждая страница просто полна для меня открытий, блин. И, короче, читаем. И есть те вещи, с которыми я обязательно хотел с тобой поделиться. Белый сахар и все его производные, это чистые углеводы, всасываемые организмом с быстротой молнией. Рахмалистые продукты, хоть и сладкие. Хотя они не сладкие на вкус, тоже очень богаты углеводами. Это крупа, крекеры, хлеб, макароны, изделия, картофель, бобовый, коров, чечевица. И, в общем, если просто, то гречка, которую я жру, на 80% состоит из углеводов. А углеводы, это, в принципе, та вещь, из-за которой, в принципе, и появляется жирок под кожей. И сегодня просто все мое какое-то мировоззрение, мировоззрение в отношении диеты, в отношении похудения, просто, блин, разрушилось в очередной раз. Ну, блин, к этому еще вернусь. Большинство продуктов, содержащих углеводы, высоко ценится за вкус. Мучные, крахмал, содержащие изделия и сладкие углеводы. Привязанность к сладкому отчасти врожденная. Но большинство психологов связывают ее появление с одной особенностью воспитания. Дело в том, что родители привыкли вознаграждать детей за хорошее поведение чем-то сладким. Таким образом, сладкое с самого раннего детства ассоциируется с чем-то вроде поощрительного приза. Ати-ти-ти. Блин, ну, я как бы сладкоежка, у меня вот с этим вот невероятные проблемы. И сегодня что-то я себе, блин, расставил, прям все расставилось, короче, на свои места. Вот почему я так невероятно обожаю сладкое. Сладкое – это источник радости для меня. Это не источник какого-то, не знаю, удовольствия, забыл слово, как называется, а источник радости, источник какого-то поощрения. То есть что-то было плохое в течение дня, какой-то стресс, что-то еще. Помните, я приводил аналогию с жирухами и с поеданием мороженого? Вот, наверное, у меня типа то же самое. Хотя, в принципе, блин, это не борьба со стрессом, а просто привычка. Жрать сладкое – это невероятная привычка, от которой сложно отказаться. Вот еще интерес. На уровне обмена веществ углеводы облегчают высвобождение инсулина, который, в свою очередь, способствует производству и накоплению жиров. Вот почему углеводы – это плохо. Они способствуют накоплению жиров из-за инсулина. Вот что еще просто разорвало мне пердак в клочья. Масло, получаемое из молочных сливок, почти на 100% состоит из жиров. Сливки – это жирный продукт, содержание жиров в них достигает 80%. Среди рыбы выделяется… Короче, во-во-во, растительное масло содержит еще больше жира, чем сливочное. Конечно, некоторые растительные масла, такие как оливковое, подсолнечное и рапсовое, имеют высокую питательную ценность и полезную для сердца и сосудов, но все они без исключения содержат огромное количество жиров и калорий и должны быть полностью исключены на протяжении всей диеты. Все, чем я занимался, все мое истязание, блин, себя, просто идет в жопу. Потому что я вот это все на последние несколько дней сидел на диете. Я это называл диетой. Но я жрал углеводы, я жрал жиры. Как я так сидел на диете? Я себя, самое смешное, как оказалось, ограничивал только в белке. Только в белке я себя ограничивал, оказывается. А надо было делать совершенно наоборот. Без белка становится плохой кожа. И все, в общем, очень все плохо. Белок – это лучшее питательное средство. И вообще. Короче, если кратко, если в двух словах, белковая диета совершенно необходима. Ну, естественно, автор предлагает не белковую диету, а какую-то вариацию его собственную. И я уже, наверное, так долго говорю, блин, это плохо, когда ролики длинные. Из-за этого у меня, наверное, из кожи – это всякая беда. Ну, естественно, не только из-за этого. Но тем не менее. Я ограничивал себя только в белке, а делать должен был вообще все совершенно наоборот. Я должен был исключить углеводы и жиры, а оставить им белок. Потому что благодаря белку ты наедаешься, и в белке нету... И в продуктах, в которых очень большое количество белка, обычно очень мало углеводов и жиров. Блин, я просто, блин, у меня уже brain full of fuck. Я уже забыл. Были классные, шикарные совершенно утверждения, почему белок – это хорошо, это прекрасно, это шикарно. Но я их совершенно уже забыл, потому что я читаю книжки жопой. И, в общем, давайте зайдемся на том, что белки... 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 Давай, давай, не тупи. Та-та-та-та-та-та-та. Белки просто вообще шикарны. До утра можно рассказывать, почему они шикарны и вообще, почему их все следуют. И вообще, почему следует есть только их. Я, наверное, как-нибудь расскажу еще, но я сейчас этого не помню. И, в общем, давайте сойдемся на том, что я делал все просто совершенно неправильно. И от этого у меня сегодня просто... У меня сегодня... Нет, я занимался своими задачами, я все делал, все шикарно, но в плане диеты у меня все просто подорвалось. То есть, я вот чисто сегодняшний день вот для калачки вот продолжаю сидеть на этой гречке, на этом говне, и... А завтра что делать, я не знаю. Потому что, ну вот смотрите, я чисто в ментальном состоянии, я на диете, но как я могу запихивать в себя гречку, если она состоит из углеводов, будучи на диете? То есть, какой-то внутренний конфликт осуществляется, и я совершенно не знаю. Короче, длинная история, коротенькая. Это я пытался, блин, английское выражение преобразовать под русскую какую-то обыденность. Long story short. Идиот. Короче, если двумя словами, сегодня в плане диеты весь мой мир просто перевернулся. Хочу поскорее дочитать вот эту вот... Вот эту вот книгу, чтобы перейти скорее на новую вот эту диету. Знаете почему? Потому что первую неделю знаете, весь твой рацион состоит из-за мяса. Из мяса птицы, из рыбы, из молочных, маложирных продуктов. То есть, да, ты можешь пожарить себе курицу, ты можешь себе пожарить там, телятину. и, то есть, любое нежирное мясо, можешь рыбу жрать в любом количестве, любую. И как я только об этом подумал, блин, со своей гречкой, со своими яблоками, со своим всем этим дерьмом, я просто, я не могу дождаться того момента, когда я наконец-таки перейду на вот эту вот новую диету, на правильную диету, на белковую диету. Единственное, что меня вот прям сдерживает, я вот думаю об одной вещи. Мой мозг все-таки пытается шутки шутить со мной. Я вот думаю, я в принципе хоть завтра могу пересесть на эту новую диету, но если я сяду на эту диету, то в принципе в ближайший весь месяц я не смогу позволить себе есть, там, я не смогу вот эту вот треклятую пиццу, короче, не смогу съесть. О которой я мечтаю уже очень-очень-очень-очень-очень. Очень много. И я не знаю, блин, что мне делать? Я вот думаю, может в ближайшие там два дня пожрать все, что только можно, приготовить себе завтра вот эту вот пиццу, а затем уже переходить на эту диету и со спокойной душой на ней сидеть, чтобы не вспоминать о том, что ты вот не поел, ты пропустил этот шанс съесть пиццу и ты иди вот, ты баклана. С другой стороны, что меня беспокоит за то, что а вдруг вот я завтра вот сожру все, что только захочу, шоколадку там поем, пиццу вот эту вот съем, вдруг это все просто подорвет мою какую-то волю и я не смогу нормально сидеть вот на этой белковой диете. и вот такими, в принципе, делами. И еще, да, я же дал себе обещание не есть мучного и сладкого до, собственно, до 365 дней. если я вот съем сладкое завтра, допустим, как я себя буду ощущать, там, не подуре я в своих собственных глазах. и да, и вот, и вот такие вот мысли меня пощищают сегодня и совершенно не дают в моей голове отдохнуть. Фух, столько всего рассказал, столько всего рассказал, блин, но хотел, хотел гораздо меньше рассказывать, хотел быстрее все это закончить. Да, еще много чего хотел сказать, еще много чего хотел поведать, но, наверное, оставлю на завтра что-то еще. В общем, такие сегодня мысли, такие сегодня какие-то рассуждения, хаотичные сегодня очень мысли. Что-то как-то странно. Я, знаете, я просто, знаете, в чем моя проблема? Не могу, не могу привыкнуть к тишине. То есть, вчера какая-то фигня была, как-то странно все это повествовало, а сейчас я, я не могу поверить, что ни единого звука не было, что я просто говорил столько, сколько хотел и так, как хотел. И, чувствовал себя, чувствую себя, я просто до сих пор нахожусь в том состоянии, когда я говорю, зная, я говорю, пытаясь, пытаясь переключать, перекричать какой-то шум. То есть, знаете, такое какое-то нервозное состояние, когда ты пытаешься на словом каким-то обстоятельством что-то делать. Я уже по привычке сейчас наложусь в этом состоянии, но отвлекающих моментов нету. То есть, наперекор чему-то я не делаю, я, короче, делаю что-то наперекор чему-то, но вот перекора самого нету. И из-за этого ощущаю себя странно. Завтра, я надеюсь, я приду в нормальное состояние. Короче, слишком уже ну да, 26 минут. Короче, это был я, такие дела. Кто выдержал 26 минут, тому, не знаю, тот пусть печеньку съест. Как я хочу печеньку. Надеюсь, тот день прошло хорошо. Всего хорошего. Пока-пока, я тебя люблю. Пока-пока.